Всем привет! Вами команда CarbToday и сегодня мы поговорим о том, как сделать самый простой стик и также рассмотрим, как сделать различные модификации, улучшить его питательные составляющие. Для того, чтобы сделать стик, нам понадобится емкость, где мы будем замешивать сам стикмикс, круша, а также сама ПВА-система. Мы пользуемся ПВА-системой ESP. На нашем портале вы можете посмотреть обзор, где мы рассказываем о различных других системах, их преимуществах, недостатках. Также пишите в комментариях, кстати, какими системами ПВА пользуетесь вы, нам было бы интересно об этом знать. Также нам понадобится стрингерная игла и это все, что нам понадобится из снаряжения. Сейчас в магазинах можно приобрести уже готовые стикмиксы, они продаются, как правило, в килограммовых пакетах. Это смеси, которые уже содержат все необходимые компоненты, они увлажнены, там присутствует различный аминокислотный комплекс. Они хороши в первую очередь тем, что если вам нужно сделать оперативно стик и вы не хотите возиться с приготовлением своего какого-то рецепта, вы берете просто эту пачку, пересыпаете ее в лоток и забиваете стики. С одной стороны, это очень удобно. Но с другой стороны, если вы хотите сделать стик сами, а это в принципе интересный и приятный процесс, то, конечно же, для этого нужно прибегнуть к набору определенных ингредиентов. Что мы предлагаем использовать в качестве ингредиентов? В первую очередь, конечно же, бойлы. Бойлы надо использовать те, на которые вы и ловите. То есть, если, например, мы свою программу строим на рыбной основе, мы используем, например, Сесимор Пацифик Туна и Ричфорд Ред Криль, то их же мы и будем использовать в стике. Они уже в своем составе содержат все необходимые питательные элементы. Поэтому, используя их в стикмиксе, вы уже будете получать отличный сбалансированный состав. Также мы рекомендуем всегда добавлять в стик пелец. В данном случае это пелец Робин Ред, но мы расскажем, каким образом именно мы его добавляем. И всегда у всех, я уверен в этом на сто процентов, есть оставшиеся попапы, которые засыхают. Мы такие попапы складываем в отдельную баночку и потом эти попапы при помощи круши мы также перетираем в стик. Они создают, делают стик активным и при растворении в воде стик взрывается, из него выходят наружу все плавающей частицей. Это создает определенный привлекающий эффект. Ну что ж, приступим к приготовлению самого простого стикмикса. Итак, мы берем наши бойлы, которые мы используем в прикормке и в насадке, и при помощи круши мы их крушим. Вот маленький секрет, хотя не секрет, все это знают. Крушу нужно насыпать в часть, которая меньше по объему, а другой частью закрывать. Крушим бойлы и готовим наш стикмикс. Что важно еще учитывать? Крушить лучше в разные части, то есть чем больше вы сделаете оборотов крушей, тем мельче получится фракция. Вот если сделать оборотов меньше, то видно, что фракция получается более крупная. Этот в принципе тот самый эффект, который нам нужен. Вот мы покрушили бойлы сисимур. Видно в принципе, что они разной фракции. Это то, что нам нужно. Теперь мы покрушим сюда же бойлы ричвард. Берем бойлы ричвард. Все то же самое. Засыпаем и превращаем это в начинку для нашего стика. Если видите, что где-то крупная, мелкая, можно еще это пропустить через круш, но в принципе это вот это то, что результат, который нам нужен. Дальше мы берем перец Robin Red и также его перемалываем. Перец нужно стараться перемолоть, конечно, в самую мелкую крошку. Вот такая у нас крошка получается. В принципе, вы можете добавлять в стикмикс и мелкий перец от 1 до 2 миллиметров. Но мы рекомендуем все-таки крушить перец, потому что именно в таком варианте он отдает свои свойства наиболее эффективно. Вот когда начинаешь крушить перец, он сдает аромат еще больше, чем тот, который закупоренный в пачке. Далее мы берем наши сухие поп-апы. Не важно, какого они цвета, в принципе, абсолютно, потому что это не играет никакой роли. Но важно, чтобы они были. Тоже при помощи круши. Вот видно, видно, какие они сухие. Так они не просто берутся, но... Но круши корда справляется с ними отлично. Вот что у нас получается. Добавим еще желтеньких немножко. Куда же нам без желтеньких. Кстати, на нашем портале вы можете найти обзор различных круж. Там круши от компании Funfishing, от компании Korda, с компанией Mistrale. Но, на наш взгляд, одна из лучших круш. Это, конечно же, круш от компании Korda. Вот что у нас получилось. Такой нехитрый stick mix. И, в принципе, этот состав уже готов для прямого использования, чтобы подать его с вашей насадкой. Его можно немножечко увлажнить водой, чтобы он лучше прессовался. И он будет, в принципе, неплохим вариантом. Самым дешевым, самым экономичным. Но важно, при увлажнении нужно соблюдать определенную дозировку воды. Ее не должно быть много, потому что, если вы переборщите с водой, то ваша сетка будет растворяться еще до того, как вы ее отправите в воду. Несмотря на то, что этот микс уже можно считать эффективным, мы рекомендуем добавлять в него различные жидкие добавки. С чем это связано? С тем, что, в первую очередь, мы рассматриваем stick не как какой-то источник пищи, там, полноценный для карпа, а как источник привлечения через обоняние карпа к месту вашей насадки. И для этого, конечно же, мы используем различные жидкие добавки. Что мы рекомендуем добавлять? У компании «Сисимур» есть отличная линейка, которая называется «Респонс». На нашем портале вы можете найти полное описание этой линейки. Она состоит из четырех вкусов. Это «Респонс плюс фрут», «Респонс плюс фиш», «Респонс плюс спайс» и «Респонс плюс крим». Судя из названий, вы понимаете, что та или иная бутылочка содержит определенный вкусовой рецепт. Если вы используете основу своего stick mix рыбную, то можно добавить, усилить рыбную ароматику при помощи ликвида «Респонс плюс фиш». Этот ликвид, он уже содержит в себе различные аминокислоты и они как раз со своим составом будут подавать пищевой сигнал, распространять его на определенное расстояние и карп может найти ваш stick, а далее и насадку. Если вы увидите, что, например, у вас пошла реакция рыбы на что-то острое, то есть вы поставили, например, острую насадку Hotdemon или Source или Robin Red и увидели, что у вас пошли над поклевки, поклевки вы можете добавить в stick mix, изменить его немножко состав и добавить в него «Респонс плюс спайс». Если вы ловите на фрукты, то вы можете добавлять «Респонс плюс фрут». Но четких правил нет. Вы можете, в принципе, смело, и мы так делаем часто, когда мы хотим придать, наоборот, фруктовый оттенок нашему миксу, stick mix, мы добавляем смело сюда фрукты. Теперь поговорим о том, как именно мы рекомендуем добавлять эти «Респонсы». Сами по себе они достаточно вязкие, поэтому, если добавить, просто залить этот «Респонс ликвид» в stick, то его будет очень трудно перемешать. Он сконцентрируется в каком-нибудь одном участке и не распространится по всему stick mix. Поэтому мы делаем следующим образом. Дозировки, как таковой, у «Респонсов» нету. То есть их можно лить сколько угодно. Перенасытив даже ваш stick mix, вы не испортите прикормку. Они ПВА-френдли все. То есть они не растворяют сетку и их можно смело добавлять. На всех бутылочках, которые так или иначе, например, у компании «Сисимур» ликвиды и жидкости, которые дружат с ПВА-материалами, есть вот такой вот отличительный знак. Вот здесь видно, что он ПВА-френдли. Поэтому его можно смело лить в различные стики, в составы, после чего будет использовать стики. Можно добавлять в ПВА-пакеты и так далее. Итак, если мы хотим придать нашей прикормки рыбный акцент, то мы берем «Респонс плюс фиш». Вот так он выглядит и видно, что он густой. И добавляем его в воду. Далее мы все это дело перемешиваем до получения однородного состава. То есть мы разбавляем ликвид, его густоту, мы делаем его более жидким и добавляем его в наш stick mix. Важное правило – добавлять нужно по чуть-чуть. Вы должны достичь такой консистенции, чтобы ваш ПВА-стик на выходе имел достаточно такую увлажненную структуру. Не мокрую, не сухую, а увлажненную. В таком случае он точно даже при наличии воды не растворит вашу ПВА-сетку. И самое главное – он будет хорошо прессоваться. Нам важно, чтобы при создании стика мы могли его максимально плотно сжать, чтобы при попадании в воду он давал максимальный эффект, взрываясь в толще воды. Ну, в принципе, та консистенция, которая у нас получилась, тоже самая. Вот видно, что она липкая, достаточно получилось, но при этом она рассыпная. Это тот самый эффект, который нам нужен. Итак, вот таким нехитрым способом мы уже усложнили наш состав стика и придали ему определенную ароматику. Добавили ему аминокислотный комплекс, минералы, все, что полезно и все, что содержится и привлекательно для карпа в этих респонсах. Если вы хотите еще более усилить эффект вашего стика, то можно добавлять и другие различные ингредиенты, такие как бетаин. Но нужно здесь понимать, что уже у таких штучек у них есть определенная дозировка. То есть бетаин необходимо добавлять на 1 килограмм не более 30 миллиграмм. На каждой бутылочке Сесимур написана дозировка. Ориентируйтесь, пожалуйста, именно на эти дозировки. Одна из наших любимых добавок это всем известная ричамина. Дозировка точно такая же 30 миллиграмм на 1 килограмм сухой смеси. Ну, мы обычно добавляем, если мы используем это, один колпачок. Ричамин это, на наш взгляд, один из лучших аминокислотных комплексов, который дает наибольший эффект. Добавляем и также все замешиваем. Также можно добавлять различные сухие добавки. В данном случае мы добавим Corn Step Liquid Power от Сесимур. Это, скажем так, вытяжка кукурузы, цель в сухом виде. Добавлять его нужно около 40 миллиграмм на килограмм. И также все это размешиваем. В принципе, мы уже получили, на наш взгляд, отличный стик-микс, которым лично мы сами часто пользуемся. Скажем так, это основа, которую используем мы. Жидкие добавки можете использовать на свое усмотрение. Так же, как и сухие. То есть, кто-то добавляет Robin Red, например, очень любит. Но в данном случае у нас перец, например, Robin Red, поэтому он уже у нас есть в составе. Кто-то добавляет бетаин в сухом виде, кто-то в жидком. А здесь, ну, смотри, не каждого. Но вы должны понимать, чем больше вы добавите различных ингредиентов, тем больше у вашего стика будет привлекать привлекающая способность. Но перебарщивать, конечно же, тоже не нужно. Имейте во всем меру. Пробуйте идти. Идите всегда от меньшего к большему. То есть, добавили респонс, посмотрели на реакцию. Добавили еще ричамина, посмотрели на реакцию. Если все работает, там, не нужно дальше усложнять, например. Оставайтесь уже в верно выбранном ритме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова